А напоследок я скажу Собственная звукозаписывающая студия Дом в Подмосковье Наши скромные динаты И рядом только самые близкие люди Ирина Ортман, экс-солистка группы ТУЦИ всерьез занялась сольной карьерой Но что-то в тебе есть О, Господи, с ума Студия в моей жизни появилась с раннего детства Сколько себя помню, я постоянно нахожусь рядом с папой В студии просто меняются города Меняются села Потому что жили и в городах, и в деревнях И сейчас мы, слава Богу, имеем возможность Находиться друг от друга рядом В этом ей помогает вся семья Папа, признается артистка, ее главный центр Виктор – профессиональный певец Мы живем в деревне, деревенская девчонка По заборам лазила Но ходила постоянно со мной в клуб Что-то где-то спето про это, но нету совета Фильский, я там тоже занимался музыкой Она приходила ко мне, пела там Веселая, шустрая Как только Ирина основательно устроилась в Москве Стала зарабатывать приличные гонорары Девушка перевезла родных Дизайн-проект загородного дома Они разрабатывали всей семьей Я знаю, что Ира Ордман перевезла своих родственников в Москву Я считаю, что она правильно сделала Потому что когда есть возможность у человека Улучшить жилищные условия своих близких и дорогих людей То почему бы этого не сделать? Когда Ирина отправилась в Москву за своей мечтой Ей не было и двадцати У нас музыкальная династия У нас дедушка был первый парень на деревне Был самым главным гармонистом Папа мой уже был в Алтайском крае Известным музыкантом, композитором Счастливый билет Ордман вытащила Оказавшись на кастинге фабрики «Звезд-3» Ирина вообще на отборочный тур не собиралась Она просто гуляла по проспекту мира И встретила сокусниц Девочки стояли в длинной очереди на прослушивание Ордман за компанию зашла на кастинг И спела без подготовки Почти сразу девушку пригласили в группу «Туцси» Кастроли по всей России Толпы поклонников И вот «Туцси» поет в Самаре На центральной площади города Увы был по телевизору Она участвовала в фабрике «Звезд» И уже оттуда все это потихонечку пошло Тут она с концертом в Самару решила приехать Вот, собственно, здесь вот и все Произошла наша первая встреча После таких долгих лет Этот скромный парень Двоюродный брат Ирины Ордман Они не виделись почти 20 лет Со всеми своими родственниками Которых жизнь разбросала по разным уголкам страны Ирина постоянно общается Семья дяди была единственной Кого они не могли найти в течение долгих лет А после его смерти Надежда найти своих ближайших родственников Угасала с каждым годом Мы все выходцы из Азии То есть вместе росли У нас просто как бы семьи разъехались Ну, уехали в Сибирь, а не в Барнаул Как бы связь какое-то время была Потом, так сказать, потерялась В жизни всякое бывает И вот родной мамин брат Папа Виталика В свое время развелся с этой семьей И как-то они потерялись Мы потерялись Как оказалось, Виталий сложа руки не сидел После того, как молодой человек Увидел Иру по телевизору Он три года пытался до нее добраться Как-то заявить о себе Даже писал письма в программу «Жди меня» Но там Виталия посчитали безумным фанатом Мама его Татьяна Он тогда служил в армии Ему было, наверное, не до этого А мама Таня Она через «Жди меня» И в какие-то там «Пусть говорят» обращалась Думали, что самозванцы А на самом деле родная кровь Но, как оказалось В этой истории рано было ставить точку Группа Туцци давала концерт в Самаре Сцена была вот как раз-таки вот на этом месте Вот где она стоит сейчас Было ограждение Практически на всю площадь И мы подошли с края Стоял гримерный автобус Откуда они подъезжали Никто не пускал Попросили ребят Организаторов Пригласить Так и так объяснить Что Ирина Вот К вас ждут родственники Правда Видятся родные не часто Из-за плотного гастрольного графика Ирина редко приезжает в Самару Чаще бы еще встречаться Но все равно расстояние имеет место быть Москва-Самара У нее там дела У меня здесь как бы Поэтому Встречаемся Но, к сожалению, не так часто Хотелось бы чаще Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин